А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать в любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любую удобную для вас социальную сеть. Все ссылки, как всегда, в описании. Доброго времени суток, уважаемые посетители канала Ray History Channel. И в этом видео мы поговорим с вами о местах, которые обязательно стоит посетить в Москве. Итак, поехали! Москва Москва – очень старый город с богатой, красивой архитектурой, с сотнями различных музеев, разнообразными местами отдыха и всевозможных других интересных мест. Здесь каждый может найти себе досуг по душе и по карману, а также о цели визита в столицу России. Я же составил данный список, основываясь на опыте своих многочисленных поездок в Москву. В этом видео приведены те места, которые я советую посетить при краткосрочных посещениях этого прекрасного города. Места расставлены в видео только для придания систематичности повествованию, а не являются какой-то конкретной оценкой того или иного места. Итак, поехали! На 10 месте Московский метрополитен Не просто метрополитен, а настоящий музей под землей. Одно из красивейших мест в Москве, доступное для каждого. Великолепные, богато украшенные перроны и вестибюли станций, многие из которых признаны объектами культурного наследия. Мало кого оставят равнодушными. Особенно удались такие станции, как Маяковская, Новослободская, Парк Победы или, например, Комсомольская. Это лишь капля в море среди более чем двух сотен станций, которые можно посетить в Москве. Однако делать это я посоветую пораньше с утра, пока многие станции метро еще не загружены людским потоком. И тогда вы полноценно сможете насладиться внешним видом самых красивых станций в мире. На 9 месте Царицыно Замечательный дворцово-парковый ансамбль и одноименный район на юге Москвы. Сам ансамбль был заложен еще в XVIII веке по приказу Екатерины II. Включает в себя помимо самого ансамбля еще и пейзажный парк с многочисленными прудами и фонтанами. Посещение парковой зоны бесплатно, и благодаря многочисленным тропинкам его можно изучить вдоль и поперек. Лучшее время для посещения Царицыно – это, безусловно, летнее время, когда все утопает в зелени, и в начале осени, когда листва окрашиваются в красные и в желтые оттенки. На 8 месте ВДНХ ВДНХ – это выставка достижений народного хозяйства. Сегодня это крупнейший комплекс, выполняющий развлекательную и познавательную функции. Здесь представлено множество павильонов, каждый из которых представляет собой отдельную законченную композицию. Чтобы просто пройти и бегло посмотреть на все имеющиеся здесь выставки, придется потратить не один день. Гордость ВДНХ – это огромное океанариум, интерактивный музей космонавтики, а зимой еще и каток. На 7 месте Воробьевы горы. В данном случае речь пойдет не только о смотровой площадке, но и о университетской площади, раскинувшейся от самой смотровой площадки до главного здания МГУ. Смотровая площадка расположена на достаточной возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на центр столицы. Для посещения смотровой площадки абсолютно бесплатно. И даже многочисленные бинокли на ней также бесплатно. Самое лучшее время для посещения Воробьевых гор – это или закат, или когда уже стемнеет. Именно в это время Москва начинает заполняться своей ночной иллюминацией. Ну и еще главное, чтобы повезло с погодой. На 6 месте Арбат. Новый и старый. Безусловно, побывав в Москве, нельзя пройти мимо и не заглянуть на эти две замечательные улицы. Маленький и уютный старый Арбат и по сей день хранился петух старой Москвы. По которой когда-то ходили Пушкин и Лев Толстой, Марина Цветаева и Булата Куджава. И Новый Арбат, полный антипод своему старшему брату и олицетворяющий уже современную Москву со своими знаменитыми домами-книжками. Ну и не забываем вступать в наше сообщество в социальных сетях. Ссылочки, как всегда, в описании. На 5 месте Останкинская телебашня. Один из символов современной столицы, Останкинская башня, имеет смотровую площадку, посещение которой платное. Однако все до последнего потраченного рубля того стоят. В ясную хорошую погоду с высоты в 337 метров открывается просто захватывающий дух-вид абсолютно на всю Москву. Также на телебашне имеется свое кафе и ресторан, пол которых вращается и добавляет еще больше положительных эмоций при их посещении. Четвертое место. Московский зоопарк. Современнейший зоопарк, который раскинулся на территории более 20 гектаров и демонстрирующий для посетителей более тысячи видов животных. Тут представлены как животные со всей нашей необъятной родины, так и многочисленные представители флоры и фауны. Посещение зоопарка хоть и платное, но настоятельно рекомендовано как взрослым, так и детям. На третьем месте Москва-Сити. Маленький кусочек американского мегаполиса в Москве. Город в городе. Очень красивая и необычная архитектура, но типичная в общем-то для России. Конечно, для тех, кто побывал, например, в Нью-Йорке или в Дубае, то такая конструкция вряд ли их может впечатлить. Но для тех, кто увидит небоскребы впервые в жизни, это будет очень яркое впечатление. Особенно, если оказаться на набережной Тараса Шевченко после заката. Когда небоскребы озаряются тысячей огней. На втором месте Парк Победы. Большой величественный комплекс, который включает в себя помимо Музея Победы, еще и несколько выставок боевой техники под открытым небом и Поклонную гору. Как уже понятно из названия, основная тематика музея – это Великая Отечественная война. Во всех ее аспектах – от самого первого до последнего дня. Посещение музея и выставок платное, но оно строго обязательно абсолютно для всех, вне зависимости от пола, возраста или религиозных взглядов. Здесь представлена история нашей Родины. Здесь история нашей борьбы. И история нашей Победы. Также рядом с Парком Победы располагается Триумфальная арка и Музей Панорамы Бородинской битвы, который также рекомендуется к посещению. И на первом месте Красная площадь. Ну, конечно же, сердце нашей Родины просто обязательно для посещения, даже если вы тут были уже не один десяток раз. Пройти по брусчатке Красной площади – это словно прикоснуться к истории России. Помимо самой площади, конечно, стоит пройтись и по близлежащим улочкам – Никольской, Варварке и Линке. Посетить Кремль, исторический музей, Молзарей Лениным, Храм Василия Блаженного, Гум. Обязательно посетить Александровский сад. И совсем еще новый парк Зарядье. Все это, конечно, займет достаточно много времени и навряд ли получится уместить в один день. Но оно обязательно того стоит. И бонус – Измайловский Кремль. И в качестве бонуса посоветую посетить весьма интересное и необычное место – Измайловский Кремль. Это культурно-развлекательный комплекс, представляющий собой деревянную постройку, стилизованную под старинное русское зодчество. На территории Кремля расположено несколько музеев и множество торговых площадей, представлены разнообразно сувенирной продукцией. Исторической ценности данное место, конечно, никакой не представляет, а ее главная фишка – это именно ее историческая стилизация. Очень яркая и очень запоминающаяся. И на этом сегодня все. Если вам понравился данный ролик, то не забудьте поставить лайк, рассказать о нем друзьям и подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. А какие бы вы места посоветовали еще посетить Москве? Пишите об этом в комментариях. До скорых встреч на канале Ray History Channel.